Здравствуйте! В эфире передача аспекта иностранных дел телеканала CBC. С вами Теймур Атаев. Меньше месяца остается до выборов Европарламент. И мы поговорим сегодня о том, что происходит вокруг этого. Потому что действительно происходят довольно интересные события. И такое впечатление, что политические лидеры Евросоюза активизировались именно в последние месяца-два. Что происходило раньше, такое впечатление, что их не особо волновало. С нами сегодня Евгений Шмидт, депутат Бундестага. Мы рады видеть вас. Здравствуйте! Добрый вечер! И журналист из Венгрии Петер Дунаи. Добрый вечер! Добрый вечер! Очень приятно! Первый вопрос у нас будет Евгению Шмидту. Потому что буквально несколько дней назад президенты Италии, Австрии и Германии выступили с такой декларацией, фактический манифест в преддверии выборов Европарламента. И там открытым текстом высказываются опасения, что большие проблемы для Евросоюза с точки зрения того, насколько вот эти ценности либеральные, как их именуют, там, права человека и так далее, будут свободы, независимость будет соблюдаться. И такое вот впечатление, как мы сказали в начале, Евгений, что опасения идут в большей степени правых партий или ультраправых, как сейчас больше принято говорить. Что вот стоит за этим заявлением, на ваш взгляд? Я бы не стал называть партии евроскептиков, а именно о них идет речь, ультраправыми партиями. То есть это ярлык, который навешивается левым мейнстримом на своих политических оппонентах. Сейчас идет, конечно, в разгар политической борьбы, и вот идут самые грязные политтехнологии. То есть буквально сегодня нашу партию «Альтернатива для Германии» объявили право радикальной. Еще раз через суд постановили, что можно так называть. Но, тем не менее, никаких доказательств там приведено не было. То есть просто формально используют уже и судебную систему властимущей для того, чтобы очернить оппозицию в лице нашей партии. А касаемо манифестов президентов, можно сказать, что да, действительно опасения существуют в определенных кругах о том, что именно евроскептики наберут значительное количество голосов, и эти голоса повлияют на будущее Евросоюза. Потому что Евросоюз превратился за последние десятилетия в бюрократического, недемократического монстра, который съедает очень много ресурсов. Власти в Брюсселе, собственно, эти евробюрократы получают огромные деньги, сами себе в карман кладут, вовсю процветает лоббизм и коррупция, никому они не подчиняются. То есть вот такие недемократические институты, которые забирают все больше суверенитета у европейских держав, против чего мы, собственно, и выступаем. Но, Евгений, а как эта ваша позиция понятна? Она в целом, в общем-то, и сейчас слышна по-новому. Потому что вы даете такой интересный момент, что евроскептики, это не есть ультраправые с точки зрения их преподнесения в таком формате. С другой стороны, вышеадминистративный суд и сегодня в Мюнстере, и сегодня информация об этом прошла, что подтвердил и, во-первых, называет альтернативой для Германии право радикальной, но это то, что вы говорите, партия, а с другой стороны, допускается слежка за, если правильно переведена вот эта информация, за членами партии. Насколько вот это соответствует истине, вот эта информация? Я скажу так, это такая сугубо германская специфика, что в Германии существует определенная спецслужба, которая наблюдает за партиями, чтобы они не радикализировались в своих кругах. То есть как бы изначально идея может быть и нормальная, но в итоге она мутировала вот в такую структуру за надзором или за давлением на оппозицию. То есть вот те власти, которые сейчас у руля, они используют спецслужбу для того, чтобы оказывать давление на своих оппонентов, что является абсолютно недемократическим способом политической борьбы. И в этом плане, конечно, вот используется эта спецслужба для слежки за членами партии, для того, чтобы через прессу делать вот такие негативные вбросы, обвинять в неком радикализме без каких-либо доказательств и прочее, прочее. То есть это все, как бы сказать, источник грязных политтехнологий, к которым прибегают власть имущие, не способные, скажем так, хорошей политикой привлечь к себе избирателей, они прибегают к таким вот нечестным, недемократическим методам. Ну, здесь получается, что только по альтернативе для Германии сейчас действует вот эта допустимость слежки. На данный момент, да, то есть под ударом идет только альтернатива для Германии, потому что альтернатива для Германии не вписывается в нынешний политический степлишмент, в эту коррупционную схему, в которой замешаны очень много партий. Мы знаем и по короне, по периоду короны, когда через коррупционные схемы политики набивали свои карманы, как Урсула Фанделяйн, который сейчас возглавляет Еврокомиссию, в свое время министром обороны, очень-очень много вопросов после его года осталось, на которые она не смогла ответить. Ну, именно то, что касается коррупционной составляющей. То есть они боятся просто альтернативы для Германии. Мы предлагаем решения, такие решения, которые их не устраивают, боятся за свою власть. И вот от этого страха, вместо того, чтобы делать политику для народа, я еще раз подчеркну, за то, что мы выступаем, то есть наконец-то повернитесь лицом к людям. Люди в Германии страдают, производство падает, цены растут, инфляция, зашкаливают цены на энергоносители, идет нагнетание вот этой истерии в отношении украинского конфликта, то есть жизнь становится небезопасной. Миграционный вопрос очень-очень остро стоит, цены на жилье, на съемное жилье, масса вопросов насущных, пенсии в Германии, то есть количество людей, которые обладают своей недвижимостью, масса вопросов, не решаются, и вместо этого придумываются какие-то вот такие вещи, которые не имеют, скажем так, для людей никакого особого значения, и эти вещи там возносятся как актуальная политическая повестка, просто чтобы общественное внимание отвлечь от насущных проблем, и в этом плане вот идет вот именно борьба нечестными, не демократическими методами с оппозицией, которая прямо заявляет, где правительство допускает ошибки, где нужно прилагать усилия, чтобы жизнь в стране стала безопасной, и чтобы люди наконец-то могли себе позволить те или иные вещи. Ну тогда вот я сейчас уже хотелось бы переключиться на Петера Дунаи, а с вами продолжим беседовать, как раз-таки уже посмотрим ситуацию в Германии, чисто с точки зрения того, какие партии претендуют на большинство в Европарламенте, ну имеется в виду по германской линии. Петер, ну вы, наверное, внимательно слушали то, что говорит Евгений, но он, кстати, вот обратил внимание на коррупционные скандалы, которые имели место, мы помним и вопрос, связанный с Евой Кайли, мы помним и другие обыски, там слишком много гейтов произошло в этот раз, ну и что Европарламент, что Пассе и так далее, но сегодня у нас в большей степени речь, конечно, о Европарламенте, но хотелось бы сейчас услышать и по Венгрии, потому что Виктора Орбана тоже именуют правым реже, ультраправым, но недавно вот состоялась встреча правых партий в Брюсселе, один момент был запрет на проведение этих партий, зачем давали добро, то есть в Брюсселе не было единого и такого подхода к проведению вот этой конференции правых. Что вы скажете о позиции Венгрии, и какие силы все же надеются в большей степени взять, ну, имеется в виду линия Будапешта, большую часть мест в Европарламенте? Я бы характеризовал Венгрию, венгерскую политику как самостоятельно, самостоятельно, в том смысле, что господин Орбан и венгерское правительство следуют национальные интересы, а Европарламент особенно, они хотят, ну как, централизированную Европу, который, ну как, по нашему мнению, ушибляет право для членов Евросоюза следить за свои интересы. Это для нас это неприемлемо, и я думаю, что в июне, в начале июня, когда будут выборы в Европарламенте, это будет отражаться. Но это проблема не только для венгров, это проблема, по-моему, для всего Европы, и для всей Европы, и никто не знает точно, как складываются результаты этих голосований, чтобы, ну, чтобы вас напомнить, 720 представителей парламента, Европарламента будут, выборы будут, и национальные выборы будут по национальным партиям, то есть это не Европартии, не партии, которые там в Европарламенте сидят, а национальные партии. А потом эти партии будут сами решать присоединиться к большой группировке внутри Европарламента. То есть, ну, что касается проблемы, европейские проблемы, которые в Будапеште очень сильно, как вам сказать, как тематика, очень сильно дискутируется, это, к примеру, такие настоящие проблемы. К примеру, какие будут отношения между Евросоюзом и США? Это очень интересный вопрос, потому что нам это очень важно. Мы не знаем, как будет с президентскими выборами в США в конце года, в ноябре, но это тоже будет очень такой впечатляющий и интересный момент, кто победит. Петер, а почему именно упор вы делаете на взаимоотношения Евросоюза и США? То есть, что именно здесь является основным с точки, ну, с вашей точки зрения? Почему именно упор на это направление? Вы знаете, у нас связи с теперешним американским правительством не очень хорошие. У Венгрии вы имеете в виду? У Венгрии и США. То есть, нам надо будет следить очень внимательно, что происходит внутри США и, конечно, внутри Европы, Евросоюза. Поэтому для нас эта проблема очень интересная. Второй момент. Это, ну, как украинская война. Венгрия, как вы знаете, представляет свою позицию. Мы против решения военным путем. Мы за мир, мы за переговоры и большинство Евросоюза не разделяет эти позиции. И теперешняя американская администрация тоже не разделяет эту позицию. То есть, это у нас создает напряженность определенной степени напряженности США. А второй момент. Это вопрос, как Европа будет, если США выбирает свой путь и уделяет внимание на Дальнем Востоке, на Китай. Что тогда будет с Европой? Может, ли Европа самостоятельно, как военная держава, постоять? Может, ли Европа без США поддерживать Украину? Большой, очень большой вопрос. По-видимому, нет. Это мое личное мнение, и много моих друзей тоже думает, это невозможно, потому что это сверх возможности Европы. Без США мы не можем достать достаточное количество оружия, не можем достать достаточное количество боеприпасов, к примеру, гранаты для артиллерии, как вы знаете, это общая европейская проблема, и это связано в определенном смысле даже с Китаем, потому что Китай контролирует рынок этого нитроцеллюлоза, который очень важная составляющая часть для производства гранатов. и был недавно в Будапеште только один момент, недавно был в Будапеште большой, ну, как мы сказали, саммит оборонной промышленности. и там в кулуарах, официально, конечно, никто об этом не говорил, но в кулуарах напоминали, что одновременно это совершение было одновременно с визитом китайского президента, китайского президента в Будапешт. очень знаковый как раз момент, все правильно. и была спекуляция, что с президентом Китая приехало 400 разных специалистов, и среди них тоже, наверное, были и военные, промышленные, оборонные, промышленные специалисты, и были такие интересные моменты спекуляции, если это можно так сказать, что может быть будет такое сотрудничество между Китаем и Венгрией, потому что Венгрия строит очень большое предприятие для производства артиллерийской гранаты натовские калибры, то есть это 155 миллиметров, и тоже, я думаю... А строят при помощи Китая, так получается? Нет, это независимо от Китая, ну, все думают, что Китай будет в каком-то мере причастен, как поставщик, скажем, этого нитроцеллюлоза, если. Это все большой вопрос. Под большим вопросом, тогда Питер, мы продолжим вот эту тему Китая, США, Евросоюз, это очень важно как раз в преддверии выборов, и думается, что не случайно Си Цзиньпин как раз совершил визит именно вот на прошлой неделе, тоже вот в преддверии как раз выборов, и здесь очень много знаковых моментов, потому что он конкретно Франция, Сербия и Венгрия, и об этом более подробно мы тогда с вами поговорим, Евгений, пока продолжим с вами вот ту Машу мысль, потому что вы сделали упор на социальных нотках, что альтернатива для Германии защищает интересы именно Германии, интересы населения страны с точки зрения обеспечения социальных прав и так далее, то есть вы даете понять, что сами власти в большей степени заняты несколько иным направлением, а тогда на ваш взгляд в самом обществе, германском обществе, как будут ну плюс-минус естественно распределены голоса вот в период июньских выборов? Да, ну знаете, я сейчас не берусь давать какие-то прогнозы, потому что предвыборная борьба в самом разгаре и мы видим, до чего опускаются вот правящие партии в этой борьбе, то есть масса скандалов в прессе появляется, масса вещей, которые, допустим, ничем не доказаны, скажем, против ведущих кандидатов от нашей партии, какие-то вбросы идут о связях коррупционных с Россией и Китаем, причем немецкая прокуратура даже не заводит никаких дел, то есть все через СМИ идет вот такого рода скандалы и одновременно конечно идут скандалы по поводу правящих политиков, то есть там премьер-министр земли Северной Рейн-Вестфали в купе там с остальными с частью политиков правящих в этой земле оказались замешаны в нелегальном массовом завозе в страну мигрантов из Китайской Республики, то есть идет борьба компроматов и сейчас делать прогнозы конечно дело неблагодарное, но мы надеемся на 20 плюс занять, то есть на втором, прочно утвердиться на втором месте, чтобы четко обозначить нашу позицию в парламенте европейского ЕС, то есть европейского содружества. Да, я оптимистичен, но видите, борьба идет не на шутку, то есть уже подключены спецслужбы, нас через суд уже начинают здесь давить, что мы якобы какие-то правые радикалы, хотя, как я заметил, допущен ряд судебных ошибок, мы сейчас подаем сразу же протест против этого решения, ну протест будет рассматриваться долго, то есть сейчас все делается для информационного фона, чтобы, скажем так, обывателя каким-то образом переманить на свою сторону. Еще хотел заметить один пункт немаловажный, это то, что проводился не так давно опрос среди тех людей, среди молодых людей, которые первый раз идут голосовать именно вот на этих выборах. и среди это молодежь, наверное, имеется в виду прежде всего. Что? Это молодежь имеется в виду прежде всего? Молодежь, да, я имею в виду молодежь, которые ни разу не голосовали, первый раз идут голосовать, и среди них неожиданно для власти имущих на первое место вышла наша партия. То есть до сей поры лидировали зеленые, потому что зеленые очень четко промывали молодежи в общеобразовательных учреждениях голову по поводу вот этой экологической повестки и так далее, к чему мы относимся очень скептично. Но сейчас неожиданно наша партия вышла на первое место, и объяснение власти имущей дали вот этому феномену влиянием ТикТока. То есть якобы в ТикТоке, а ТикТок мы знаем принадлежит китайцам, китайский концерн, да, да, то есть там очень много молодежь получает в том числе политической информации, и как они к своему неудовольствию замечают, наша партия очень популярна в ТикТоке, то есть там можно сказать популярнее, чем все остальные партии вместе взятые. И сейчас идет такая информационная борьба, ну я думаю она каким-то образом перекликается с американской повесткой о том, что в Германии нужно либо запретить, либо установить некий контроль над ТикТоком, ну в конечном итоге конечно речь идет о контроле над умами избирателей, в частности молодежи. Ну вот я, это один из примеров, то есть на самом деле борьба идет очень нечестными методами, вместо того, я еще раз подчеркну, чтобы делать политику для простого немецкого обывателя, идет закручивание гаек, в том числе попытка введения цензуры в интернете, и прочие вот такие нелюбцеприятные диктаторские методы. Тоже вот интересный момент, потому что когда говорится свобода слова, свобода самовыражения, в такого вот случаях, в такого рода случаях, в предвыборной борьбе, именно социальные сети, очень многие начинают обвинять, вот как вы говорите, по ТикТоку, то же самое вот мы видим по Твиттеру, до этого фейсбук, мы это кстати и видели во время еще президентства Трампа, когда фактически социальные сети становились важнейшим игроком, с точки зрения того, как политики воздействовали на эти сети, а потом пытались закрыть, даже если помните, и Дональд Трамп, будучи президентом, не мог там свои посты, не мог свои постинги публиковать, то есть такая вот была скандальная немножко ситуация, но я думаю мы продолжим с вами тему, и в следующем вопросе, надеемся, время останется, там сейчас тоже в Германии интересный момент, потому что ХДС приняли новую программу, это всего четвертое изменение, и вот здесь очень интересный момент, потому что ряд аналитиков считают, что это как раз таки там заложены пункты, которые характеризовали предвыборную программу альтернативы для Германии, то есть, чтобы вот именно сейчас какую-то определенную часть электората перевести на себя, но я думаю это в следующем вопросе, вы ответите, Петер, сейчас хотелось бы продолжить тогда вот с вами направление беседы через призму Евросоюз, Китай, США, вот в преддверии выборов, ведь мы увидели насколько в Сербии и Венгрии и Си Цзиньпин в корне с других позиций выступал, нежели на переговоры с фон дер Ляйен в Париже, причем даже не столь там интересен были беседы с самим Эммануэлем Макроном, потому что там это не первая встреча, они так скажем, там уже эта площадка определена, Макрон, когда беседует Си Цзиньпинем, у него чисто антиамериканская направленность, когда он беседует с евролидерами, там у него совершенно другая позиция, евроатлантический блок и так далее. На ваш взгляд, вот тема США, Китай и Евросоюз в преддверии выборов в Европарламенте, как будет влиять на избирателей, сыграет ли это роль в каком-то усилении именно позиции тех партий, которые выступают, которых именуют евроскептиками? Вы знаете, я думаю, что вопрос Китай и Европа, отношения Китая и Евросоюза будет, конечно, учтено, но не до такой степени, что это был бы решающий. Решающий вот фактор на выборы в Европарламенте будет сам политика Евросоюза. Политика и в этой политике отношения США только один, но очень важный, но только один момент. То есть там будут еще учтели европейские отношения Европы скажем с Китаем, Европа с ну как даже с Россией я бы сказал, потому что война кончится. Мы не знаем когда и как, но все равно война кончится и все равно Россия остается нашим соседом. Хотим этого или нет это факты. То есть это будет очень многогранные выборы будут и вопрос тоже будет очень интересно что касается Евросоюз жизни. То есть это жизни граждания Евросоюза. То есть наблюдается процесс что Европа хочет быть как вам сказать военизированные. военные военизированные да военизированные и это стоит большие деньги как мы знаем и эти деньги будут потом ну как эти деньги имеют хорошее место скажем в европейской тратить на энергию потому что энергия стала дороже американской энергоносители этот газ стоит намного дороже чем газ из России то есть это плюс деньги плюсовые деньги и вопрос очень интересный что теперь Евросоюз как союз ну как стагнирует экономическом смысле в этом в прошлом году это был ну прирост если можно сказать 0 и 3 процент вы имеете ввиду валовый продукт экономика ВВП да ВВП который на самом деле это ну как стагнация как можно сказать то есть это будет влиять на жизненный уровень Европы и в этом плане интересно к примеру напоминать что Греция который очень ну давно уже вступил в Евросоюз в Грецию жизненный уровень ниже стала скажем и последние 20-25 лет хотя Греция получила огромные деньги от Евросоюза который вопрос они могут выплатить эти долги или нет тоже интересный вопрос ну тоже будет конечно учтена в европарламентской выборах это вопрос войны на Украине то есть ну как на житей житейским уровнем то есть к примеру украинские товары ширпотреб которые очень большие проблемы делают в Польше в Словакии в Венгрии тоже и в Румынии которые потому что украинские товары идут беспошлыми и без больших ограничений и для украинских товаров не действуют законы Евросоюза очень суровые законы что касается к примеру качества товаров качества продукции продукции конечно продукты и это конечно создает какую-то напряженность ну то есть вот вы перечисляете эти моменты которые в принципе вот подход просто чуть-чуть с другого угла то что говорит и Евгений Шмидт просто у вас подход идет через призму Венгрия и соседи плюс вы берете геополитический акцент но Евгений Шмидт с учетом того что Германия безусловно это сильная экономика это сильное государство само по себе и лидер можно сказать Евросоюза у него в общем-то взгляд идентичный но подход мы видим с другого угла сейчас тогда Питер мы будем завершать нашу передачу с вами еще продолжим эту тему пока Евгений вот такой момент еще раз ХДС принимает новую программу и ряд аналитиков немецких они пишут что такое впечатление что вот эта программа изменения которые вносятся там в интересах там буквально идет немецкого народа и так далее то есть очень много пунктов которые характеризовали предвыборную программу альтернативы для Германии согласны ли вы с этим взглядом или это мнение отдельных журналистов знаете этот феномен на самом деле здесь не новый то есть я здесь в Бундестаге это наблюдаю снова и снова когда допустим хорошее предложение от нашей партии заворачивается всеми остальными а потом буквально под копирку выходит то же самое предложение от тех же самых христианских демократов один в один и уже они считают что за него можно проголосовать то есть на самом деле можно тут порадоваться такому феномену что вот в общем-то наша политика наше мировоззрение оно действует пускай оно потом и преподносится как плагиата других партий но тем не менее мы все-таки здесь формируем политическую повестку с другой стороны можно ли верить христианским демократам то есть если допустим в свое время в 2015 году Ангела Меркель устроила в стране вот этот миграционный хаос открыла границы и наводнила страну просто ну совершенно масса нелегальных мигрантов мы знаем там были огромные очереди людей через Балканы которые сюда шли через Средиземное море то есть она просто мотивировала массу людей устремиться потоком в Германию что привело конечно к огромным проблемам здесь в стране и экономическим и проблемы с безопасностью и прочее прочее и сейчас вдруг неожиданно христианские демократы открывают для себя тему вот этой нелегальной миграции говорят надо прекратить надо надо там все-таки одуматься и так далее то есть а кто кто же им должен верить они сами эту политику вели на протяжении многих лет и вдруг сейчас разворачиваются на 180 градусов просто в угоду скажем так политической конъюнктуре потому что граждане сыты по горло вот этой политикой открытых границ бесконтрольной миграции когда любой человек просто перейдя границу выкинув свой паспорт и сказав заветное слово то есть беженец получает здесь полностью полный пакет на содержание и может здесь сидеть годами на скажем на хребте у налогоплательных ящиков то есть вот эти вот все перегибы конечно же очень сильно не устраивают многих граждан здесь в Германии и эти настроения они позволяют подниматься вот тем партиям или той партии которая изначально критиковала безумную миграционную политику то есть партия альтернатива для Германии сейчас вот христианские демократы открывают для себя эту тему также перенимая наши лозунги тоже касается и высоких цен на энергоносители мы всегда говорили что это безумие закрывать атомные электростанции в стране и покупать электричество на тех же АЭС из Бельгии и Франции то есть ну это не укладывается ни в какую логику и ни в какую ни в какой здравый смысл тем не менее под предводительством Ангела Меркель и тогда еще власти христианских демократов это решение было принято и сейчас уже правящая светофорная коалиция завершила выход Германии из закрытия всех АЭС в стране при этом цены на энергоносители бьют рекорды то есть самые высокие Европы одни из самых высоких в мире что сказывается негативно не только на немецком потребителе но и в целом на индустрии немецкой которая как мы знаем экспортно ориентированная то есть сейчас просто ряд наших товаров стали неконкурентоспособными по всему миру и уже многие концерны анонсировали перенос производства и рабочих мест в другие страны где цены на энергоносители на должном уровне находятся то есть вот эта безумная политика она конечно же сподвигает тех же христианских демократов переобуваться в воздухе и говорить а мы теперь вроде как снова за то чтобы атомные электростанции функционировали в стране после того как сами позакрывали их поэтому это все нелепо и смешно конечно но в итоге платить приходится простому немецкому обывателю проплатить именно своим благосостоянием но здесь опять таки совпадает ваше мнение но вы подходите просто с другого угла и то что говорит Петер Дунай получается что Евросоюз эту мысль проводит уже два раза фактически Петер Дунай что Евросоюз больше занимался внешним фоном и внешней политикой да скажем чем внутренними проблемы Евросоюза и поэтому сейчас ситуация усложнилась на самом деле мы даже на своем примере знаем когда Европарламент просто антиазербайджанские решения резолюции принимал причем на ровном месте потом мы увидели то же самое Еву Кайли которая лоббировала антиазербайджанские резолюции как погрязла в коррупционном скандале с другой стороны мы видим сейчас и по Грузии ситуации того же Европарламента мы видим и в преломлении к другим странам и получается что вот этот упор на попытки учить попытки давлять попытки оказывать давление и шантаж на другие страны причем не входящие в Евросоюз они привели к тому что внутренние проблемы остались так сказать позади хотя и были такие случаи это уже к вам вопрос Петер Дунаи что были попытки надавить на Венгрию в нарушении самих законов евросоюзовских когда практически был призыв отказаться от консенсуса когда Венгрия вот вы на это обратили внимание своя позиция по российско-украинской войне была то есть там уже ставилась зависимость от позиции Венгрии это деньги которые финансы должны были поступить из фонда Евросоюза а также попытки лишить вообще права голоса Венгрию и на ваш взгляд насколько вот эта вот политика даже мы не будем говорить о соблюдении прав человека или даже своих слов вот насколько она будет влиять на венгерских избирателей с точки зрения голосования каким все же на ваш взгляд партиям будут в большей степени венгры отдавать предпочтение обязательно будет влиять вот что вы сказали насчет насчет это ну как мнение Европа Евро определенные круги Европарламента и Евросоюза конечно и все это будет конечно влиять на венгерские граждане которые идут там голосовать шестого или седьмого июня шестого по девятый так по девятый это вся Европа четыре дня то есть это у нас тоже так будет поскольку я знаю что это будет три или четыре дня кто как имеет время идти и голосовать но вернемся к вопросу как это влияет это будет обязательно влиять и будет усиленно усиленно толкать вот мнение венгров направо потому что правые партии хотят более самостоятельности а леволиберальные партии хотят следить за этот ну как Евросоюз выше национальных интересов то есть это очень интересная дилемма который не только для венгров это для всей Европы особенно для новых членов то есть это восточно-центральная Европа это венгров это чехи и наверное и поляки потому что в Польше тоже ну еще Словакию можно назвать Словакия и Румыния не забудем Румыния и я бы сказал что те которые еще хотят вступить к примеру Сербия Босния Герцеговина другие Болгария которые уже член тоже тоже будут об этом думать что стоит ли нам так спешать войти если наши права выбор наш национальный интерес следить за наш национальный интерес будет ушимлять то есть это очень такой вопрос тонкий и обязательно однозначно будет это влиять на на венгерских налогоплательщиков конечно на венгерских граждан и будет влиять на результаты голосования и как я сказал это будет однозначно толкать направо спасибо петер спасибо вам за такой интересный рассказ благодарим вас евгений шмидт что вы поделились информацией изнутри наша программа в этом и отличается от других телевизионных программ ряда стран когда мы попытаемся рассматривать ситуацию изнутри предоставляем слово различным представителям различных политических сил и поэтому сегодня очень важно было и очень актуально послушать именно мнение из германии из венгрии причем в чем-то альтернативной такой скажем официальной пропаганде и здесь видно что насколько все же огромные социально-экономические проблемы сейчас в странах Евросоюза и в той же Германии и Венгрии хотя скажем полюса разные с точки зрения уровня экономического развития но в любом случае идентичные проблемы и самое главное что вот эта вот тема что важнее национальные интересы своего государства или над национальные интересы с точки зрения с точки зрения интересы всего Евросоюза вот это и есть та самая вот как говорит Петер Дунай дилемма и с другой стороны как говорит Евгений Шмидт основной вопрос как раз для жителей этих стран как за кого они дадут голоса с точки зрения и преподнесения интересов и да и с точки зрения своего восприятия ситуации напоминаем что с нами сегодня были Евгений Шмидт из Германии депутат Бундестага и журналист из Венгрии Петер Дунай оставайтесь в СБС следите за аспектами иностранных дел будьте в курсе всех важнейших вопросов современности спасибо за внимание спасибо за просмотр!